Время новостей на АСТ в студии Наталья Ветрова. Здравствуйте и коротко о главных темах. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Пять человек погибли в ДТП, которое произошло на дороге, ведущей в рабочий поселок Марково. Страшные кадры опубликовал телеграм-канал Бабармаш. На них видно, как легковую машину заносит на скользкой трассе и выкидывает на встречную полосу. По ней в это время ехал грузовик. Произошло столкновение. От удара обе машины съехали в кувет. Сообщается, что пять человек в легковой машине погибли. Водитель грузовика не пострадал. В результате произошедшего водитель и четверо пассажиров легкового автомобиля скончались на месте ДТП до приезда медиков. Возраст погибших устанавливается. Известно, что среди них имеются двое несовершеннолетних. Штормовой ветер прогнозируют синоптики сегодня на Байкале. Порывы ветра будут достигать 28 метров в секунду. Также будет идти мокрый снег. Госавтоинспекция призывает водителей быть предельно аккуратными. На дорогах снежный накат и гололедица. Во областном центре снег будет идти весь день. Также будет порывистый ветер до 15 метров в секунду. Температура воздуха ставит всего 0 градусов или плюс 2. К другим темам. Помощь участникам СВО и жителям Донбасса от неравнодушных иркутян теперь будет осуществляться и через благотворительный фонд «Любимый город». Его открыли по инициативе Общественной палаты областного центра. Уже состоялось торжественное открытие. На нем рассказали об основных задачах. В органном зале областной филармонии сегодня много людей. На концерте в честь открытия фонда «Любимый город» почетные граждане Иркутска, члены Общественной палаты, представители мэрии и неравнодушные иркутяне. Это первый подобный проект по всей стране. Его основные задачи – поддержка участников СВО и их родственников, а также помощь жителям Донбасса. Это благое дело для всех тех, кто за мир, за труд, за май, за то, чтобы было у нас чистое небо. И поэтому я считаю, что иркутяне – счастливые люди, то, что сегодня первыми стали вот такой инициативой. Безусловно, фонд очень нужный. Потребности бесконечные, на самом деле. И для консолидации людей, и, скорее, для системной работы больше. Потому что спорадических очагов их много. То есть, да, каких-то инициатив, но вот как-то это более, чтобы люди объединить. Фонд сделали по инициативе Общественной палаты Иркутска. Организация будет заниматься сбором средств на помощь участникам СВО, приобретать необходимые вещи, разрабатывать культурные программы и социально-культурные проекты. Общественная палата видит свою роль в том, чтобы, ну, как это мудно сейчас говорить, еще раз сплотиться, еще раз напомнить о том, что мы город Иркутск. Город наш, как говорили публицисты 80-х годов, аж 19-го века, излюбленный. То есть, в этом городе есть все для того, чтобы город и население чувствовали себя, во-первых, взаимодействием, во-вторых, они чувствовали бы себя, ну, что ли, обязанными друг другу. Инициативу общественников поддержала и администрация Иркутска. После создания сформировали попечительские советы управления фонда. Так, генеральным директором стал член Общественной палаты города Михаил Лунев, а сопредседателями правления – историк и журналист Станислав Гольдфарб и вице-мэр областного центра Дмитрий Ружников. У нас в городе много прекрасных людей, которые сегодня, этот год и сегодня, жертвуют какие-то суммы на благо общества, на работу с нашими ребятами, которые находятся в зоне СВО, на помощь населению ДНР и УНР, тех городов, за которые мы отвечаем. Фонд будет работать на основе добровольных взносов, пожертвований, грантов и других законных финансовых поступлений. Александр Гаврилов, Артур Рощупкин. Новости сейчас. Ангарск уже второй год подряд признали самым благоустроенным городом в Прибайкале. По индексу качества городской среды он обогнал даже областной центр. Как преобразился Ангарский округ и какие основные направления развития его ждут в этом году, расскажет Юлия Бархатова. 2022 год не из простых, но Ангарск справился. Так начал свой отчет мэр Сергей Петров. Как и для всей страны, для города в приоритете была и остается поддержка бойцов в СВО и их семей. Помогает всем необходимым, от медицинских препаратов до тактического снаряжения. Каждой семье военнослужащего прикрепили куратора. Мы живем, понимая, что мирная и спокойная жизнь самая ценная и важная. Поддерживаем наших земляков, которые защищают нас, свой родной дом, наше общее будущее, отстаивают справедливости. Приоритет понять. Поддержка наших воинов, которые находятся на Донбассе и членов их семей. Ангарск уже не впервые входит в рейтинг самых благоустроенных городов страны. Для этого в городе проводят большую работу – капремонт многоквартирных домов. Всего обновили более 150 таких зданий. Привели в порядок 10 улиц. Их общая протяженность – более 12 километров. Дворы и общественные пространства города сделали красивыми и ухоженными. Векторы на благоустройство будут придерживаться и в 2023-м. Уже запланировали строительство экстрим-площадки в парке имени Десятилетия Ангарска. Он будет включать в себя бетонную скейт-плазу и комплекс для тренировок на трюковых велосипедах. Полную реализацию планируем в 2024 году. Прошедший год удалось закрыть без дефицита. Доходы в местный бюджет увеличились более чем на 9%. Улучшили показатели и в сельскохозяйственной отрасли. Также глава Ангарского округа отметил, что один из основных индикаторов развития города – это строительство. В 2022-м ввели в эксплуатацию более 35 тысяч квадратных метров. Уровень безработицы остается рекордно низким по региону. Я сам житель города Ангарска и я каждый день практически вижу, как живет город, как он развивается. Могу сказать, что действительно динамика в развитии очевидна, она видна. В завершении своего отчета Сергей Петров отметил, в Ангарске много неравнодушных и инициативных жителей. Во многом благодаря им здесь происходят позитивные изменения. Ангарск – город сильных. Юлия Бархатова, Сергей Коваленков. Новости сейчас. Бизнес Иркутской области с каждым годом все активнее осваивает займы в микрофинансовых организациях. За несколько лет объемы такого финансирования увеличились в половину. Выгодно ли это бизнесу и на каких условиях предпринимателям предлагают деньги, узнаем в нашей рубрике «Доступная финграмотность» у Игоря Коржика, управляющего отделением Иркутск Банка России. Здравствуйте. Здравствуйте. Уже по традиции мы рассказываем нашим зрителям о том, как же все-таки правильно распоряжаться деньгами. И вот первый вопрос. Эти предприниматели, о которых мы сейчас говорили выше, почему-то идут не в банки, то есть они попросту вынуждены обращаться как раз в микрофинансовые организации. Ну, это скорее не вынужденный шаг, а хорошо продуманный. Дело в том, что у банков и у микрофинансовых организаций целевая бизнес-аудитория разная. Если для банков это организации, которые давно работают, у которых есть имущество для залога, то клиентами микрофинансовых организаций, как правило, становится молодой бизнес, у которого зачастую кроме бизнес-плана ничего и нет. Ну и, кстати, микрофинансовые организации выдают предпринимательские займы, в том числе и самозанятым. Займы – это как раз регулярные платежи, и не слишком ли будет большая нагрузка для начинающего бизнеса, потому что как раз микрофинансовые организации, они славятся очень большими процентами? На самом деле основная часть займа в бизнесу приходится на государственное МФО. Из федерального бюджета регионам выделяются специальные субсидии регионов, в которых функционируют такие организации. За счет этих денег они могут держать процентные ставки для бизнеса достаточно низкими. Например, в прошлом году Банк России поднял ключевую ставку до 20%, а государственные микрофинансовые организации свои ставки для бизнеса оставили на прежнем уровне. Ну и если подняли, то незначительно. Поэтому их продукты в период с марта по май прошлого года были очень востребованы. Ну и следует отметить, что и для коммерческих МФО ставки для бизнеса, у коммерческих МФО ставки для бизнеса тоже ниже, значительно ниже, чем по потребительским займам. А где предприниматель может узнать как раз о микрофинансовых организациях, которые выдают взаимы бизнесу? Эту информацию можно посмотреть на нашем сайте, на сайте Банка России. В разделе микрофинансирования регулярно размещается актуализированный реестр таких организаций. Если взять на последнюю актуальную дату, то в нем 36 организаций, которые функционируют у нас в Сибири. Ну и здесь я хочу отметить, что почти половина из этих организаций расположена на территории нашего региона. Расскажите, пожалуйста, вот в целом об условиях таких микрозайнов для бизнеса. Жестко регулируется только одно условие, это максимальная величина займа. Она не должна превышать 5 миллионов рублей. Если брать самозанятых, то это не более 1 миллиона рублей. Остальные все условия зависят от МФО, в которую бизнесмен хочет обратиться. Ну и еще от региона. Например, государственные микрофинансовые организации могут выделять займы, например, для конкретной области, для тех отраслей, которые являются приоритетными в этой области. Кроме того, есть еще антикризисные программы со своими льготными условиями. В датном случае, например, в прошлом году, некоторые микрофинансовые организации с госучастием выдавали займы для бизнеса по льготным условиям из наиболее пострадавших отраслей, таких как туризм, как внешнеэкономическая деятельность. Есть ли показатели по Иркутской области, сколько денег смог привлечь, как раз смогли привлечь микрофинансовые организации в бизнес? Если брать нашу область, то за 2022 год наш бизнес получил от МФО более 1 миллиарда рублей. Если посмотреть пятилетнюю перспективу, то финансирование со стороны микрофинансовых организаций бизнеса увеличилось более чем в половину. Серьезные очень цифры. Спасибо большое за подробные ответы и до новых встреч в нашей рубрике. Спасибо вам. Год назад Сбербанк подписал соглашение о сотрудничестве с Иркутской детской областной клинической больницей. За это время уже реализовали много интересных проектов от цифровизации до волонтерства. Подробнее об этом в нашем следующем материале. За год было сделано немало. Благодаря партнерству у врачей появилось страхование гражданской ответственности и голосовой помощник, который помогает в заполнении медицинской документации. Во дворе сотрудники банка несколько раз высаживали цветник, а также проводили экологические эстафеты. А еще организовали выездной театр и предоставили игрушки и книги для маленьких пациентов. Сбербанк очень активно внедряет различные волонтерские процессы в нашу обычную жизнь. Это обыкновенная помощь приобретении клинических товаров и услуг. Это и взаимодействие с волонтерскими организациями, такими как, допустим, проект «Глаза в глаза», который позволил обратить внимание на проблемы больных детей. В рамках проекта «Глаза в глаза» в больнице провели мастер-классы по рисованию для детей и организовали выставку картин иркутских художников, которая регулярно обновляется. Также благодаря сотрудничеству в визит-центре больницы установили систему «Умный дом». Такая же технология планируется и в новом здании современного госпиталя. Его планируют построить уже через три года. А пока всем сотрудникам детской областной больницы выдали банковские карты с изображением проекта нового здания. Сегодня действительно уникальный проект, потому что карты с индивидуальным дизайном у нас не так часто выдаются. И это скорее не про новые какие-то условия платежной системы, но это скорее про корпоративную культуру, когда компания объединяется, в том числе через изображение на карте. Новые карты выдали в рамках зарплатного проекта. По ним доступны повышенные бонусы «Спасибо» и лимиты на снятие наличных, дисконт на кредитные продукты, а еще бесплатное мобильное приложение и годовое обслуживание карты. Карта мне очень понравилась. Красивое здание. Больница будет очень красивая. Мы довольны, что мы будем работать в такой больнице. Юлия Бархатова, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Кредитная сберкарта снова признана лучшей в стране в номинации «Лучшая кредитная карта для массовых клиентов». Иван Каракулина оформил ее из-за выгодных условий. 120 дней без процентов. Пользуется картой постоянно. К 8 марта купил жене пальто и телефон на день рождения. Также совершает и ежедневные покупки. «В первых, есть 120-дневный период беспроцентный. Во-вторых, все прозрачно, открыто. Никаких скрытых комиссий. Все, что взял, то отдал». Ольга Сергеевна купила себе новый телевизор. Сберкарта пришлась как нельзя кстати. Оплатить крупную покупку женщина смогла сразу. А рассчитаться по кредиту в течение 120 дней. Причем без переплат. «До конца годного периода я уже ее погашу. Без процентов». Оформление карты займет не более двух минут. Сделать это можно любым удобным способом. В офисах банка, на сайте или в приложении Сбербанк онлайн. Не нужно ждать, пока карту изготовят. Покупки в интернете можно совершать сразу, а пластик забрать по готовности. «Первый месяц тратите, три погашаете. И так каждый месяц. Все, что нужно, это ежемесячно вносить минимальный платеж. А также наша кредитная карта привлекательна ее процентной ставкой. Процентная ставка от 9,8% годовых. Бесплатное годовое обслуживание и СМС-уведомления. Крупный кредитный лимит до 1 миллиона рублей». Специалисты Сбербанка рекомендуют использовать кредитную Сберкарту для ежедневных покупок. А деньги с зарплаты класть на краткосрочный вклад. Через 120 дней ими можно погасить долг по кредитке и получить проценты от накоплений. Центральный рынок, перезагрузка. Третий этаж обновили искусно. Скорее приходите вместе с семьей. Здесь все есть. От студии до мастерской. Одежда Биг Фэмили, разный фудкорт. И это не шоппинг, а полный комфорт. Пока вы будете здесь отдыхать, в прачечной можно белье постирать. Соревнования «Звезды на Байкале» памяти прославленной гимнастки Оксаны Костиной пройдут со 2 по 4 июня в Иркутске. Почетным гостем соревнований станет серебряный призер Олимпийских игр в Лондоне Дарья Дмитриева. Участвовать будут спортсменки из разных регионов страны. Отметим, традиционный турнир проводит в столице Восточной Сибири уже более 30 лет. И я напоминаю, вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте аэств.ру и, конечно, на страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. А у меня на этом все новости. Оставайтесь на АСТ, ведь мы работаем для вас.